Дальнобойщик уже три недели живет на стоянке для большегрузов под Новосибирском. Водитель, ехавший из Абакана в Москву, попал в аварию. Машина серьезно пострадала и теперь шофер ждет сам толком не зная чего. Для того, чтобы обратиться в страховую компанию, возместить ущерб и отправить фуру на ремонт, ему нужно собрать ряд справок. Почему процесс занял почти месяц и как выжить в машине, когда запасы продуктов и солярки на исходе, узнала наш корреспондент из Новосибирска Мария Черешнева. Птички иногда приходят. Продукты у меня воровать. Борщ приноровил сохранить на крыше. Это холодильник. Готовит в кабине, здесь же спит. Затворником собственной фуры дальнобойщик Сергей Кузьмин стал после столкновения на дороге. Пес декораций театра Вахтангова из Абакана в Москву, но на омской трассе в его машину врезался КамАЗ. Вот во что после аварии превратилась фура, на которой до этого, по словам водителя, и царапины не было. Четыре дня простоял на трассе. Потом машину стало стаскивать в обочину. Очень вовремя подоспели коллеги-дальнобойщики. Привезли необходимые запчасти, чтобы доехать хотя бы до стоянки. Благо здесь есть кафе и каргат недалеко. Но солярка и продукты на исходе. Сколько еще ждать, шофер не знает. Чтобы вызвать страховщиков, возместить ущерб и увезти большегруз в Новосибирск на ремонт, нужно собрать документы, среди которых справка о состоянии здоровья пострадавшего, который ехал в другой машине. Самое заключение в этой кабине. Только из-за того, что нет справки. Никто ничего делать не может. Не ускорить, не приблизить. Ничего. С каким настроением живете сейчас? Хреново. Боюсь, что его сумасшедшую дому не отвезут скоро. Одно развлечение – поболтать с коллегами, что останавливаются здесь на ночевку или обед. Все так или иначе были в подобных ситуациях. Вот сломался вчера. Вот стою. Нету ничего. Только обнялкам. Давайте, тахограф. Дайте. Встать, где вы, садите. Грязь. Боже. Потом плати. За что? Но проблемы обычно удается решить за пару дней. Здесь счет пошел на недели. Между тем, в Сибирской ассоциации автомобильных перевозчиков говорят, справка от медиков, чтобы обратиться в страховую компанию, водителю не нужна. Выпиющим является прежде всего то, что водитель, наемный водитель московской компании пробыл более трех недель в Сибирском регионе. Вот это является из ряда вон выходящим фактом. И причиной, я считаю, прежде всего то, что руководители этой компании являются юридически безграмотными. В ассоциации надеются. Теперь дальнобойщик решит проблему. В сервисный центр Сергей уже звонил. Пообещали, фуру восстановят дня за четыре. Хотя бы за это время отдохнет от вида приборной панели, ставшего ненавистным. Мария Чережнева, Максим Федосеев. Новости здесь. Новосибирск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова